Всем привет! В данном видео я расскажу о создании ландшафта в World Creator. О том, как сгенерировать текстуры с помощью симуляции. Как экспортировать этот ландшафт в Unreal Engine 4 и настроить Landscape-материал. Кстати, недавно вышло мое интервью для 3DPUB, а также статья о шерсти в новом выпуске 3D World. Ссылки будут в закрепленном комментарии. Приятного просмотра! Итак, открываем World Creator и приступаем к созданию ландшафта. Я буду показывать разрешение текстуры равное 2К. Потому что на больших разрешениях симуляция текстур работает каким-то странным образом. И я уже сообщил об этом разработчикам. Как только я решу этот вопрос, то выпущу другое видео с большим разрешением и уже не стилизованными текстурами. Так как сейчас я показываю стилизованный ландшафт, то текстуры равной 2К будет вполне достаточно. Если же Вы хотите большее разрешение, то используем стандартный workflow в создании текстур, который я показывал в предыдущих уроках по Word Creator. Кстати, если что-то непонятное и Вы хотите задать вопрос, пишите его в комментарии. И я по возможности с радостью запишу видео ответ. Так вот, как только Вы откроете Word Creator, Вы увидите стандартное разрешение равное 2К. Это относится как раз к размеру ландшафта, так и самой текстуры. Для этого мы загружаем в него Height Map. И если Вы откроете первую ссылку с документацией, которую я оставил в комментарии, то там будет таблица с правильными разрешениями. Которые нужно использовать во время экспорта из Word Creator и импорта в Unreal Engine 4. Для 2К это 2017 на 2017. Вводим эти значения в Word Creator и приступаем к изменению формы ландшафта. Для этого активируем Custom Base Shape. Нажимаем на кнопку Edit Shape и кликаем на Flatten Entire Terrain. Затем делаем больше точек с помощью уменьшения значения Level Strength Step 1. Снова нажимаем Flatten Entire Terrain и приступаем к редактированию формы с помощью этих точек. У меня это будет какая-то главная гора или скала, которая плавно теряет свою высоту. Продолжение следует... Нажимаем Done Edit In Shape. Ставим манекен с помощью нажатия клавиши H. Чтобы просто проверить масштаб. Если все устраивает, то идем дальше. Если нет, то снова правим форму, пока не понравится. Затем нажимаем F, чтобы сфокусировать камеру на весь ландшафт и идем дальше. После того, как Вы создали нужную форму, приступаем к текстурированию. Для этого нажимаем на иконку кисти. Далее нажимаем на кнопку Add Layer. Затем на Add напротив названия Textures. После чего на кнопку Word Creator. И создаем 4 белых текстуры с помощью кнопки Add внизу. После чего кликаем на кнопку Back, которая расположена рядом. В итоге у Вас появятся 4 слота, которые можно настроить. Для каждого выберем свой уникальный цвет. Обычный референс для цвета я нахожу на Pinterest. Для этого просто пишем нужные ключевые слова и находим необходимые референсы. Открываем их в Photoshop и узнаем нужный текст для цвета. После чего вставляем его в нужный слот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее пишем имя для каждого слоя в Polytech. Для того, чтобы потом было удобно работать с ними в Unreal Engine 4. Продолжение следует... Затем спускаемся ниже и для каждого слоя активируем свой Sediment Surface. То есть для первого это 0, для второго это 1, для третьего это 2 и для четвертого это 3. Итак, текстуры готовы. Теперь переходим в вкладку с симуляцией. Обязательно включаем выключенные 3 и 4 слои. Каждый переименуем так же, как и слои с текстурами. После чего Вам нужно будет сделать некоторые настройки, чтобы симуляция работала правильно. Если Вас интересует какой-то отдельный параметр и что-то непонятно, пишите об этом в комментарии. И я запишу отдельный видео ответ. Цель этого видео показать практику и довести Вас до конечного результата, который показал в анонсе. Поэтому я не вижу смысла рассказывать всю теорию. Итак, как я и сказал, приступаем к настройке Sediment слоев. Параметры первого оставляем по умолчанию и переходим во второй слой. L2 будет отвечать за слой с землей. Здесь в первую очередь стоит немного уменьшить значение параметра Erosion Range. А также двух самых нижних параметров. Далее переходим в третий слой и делаем такие настройки. Затем четвертый. Настройка самых нижних двух параметров такая же самая, как и в третьем слое. Теперь нужно изменить несколько параметров вверху. В первую очередь устанавливаем значение на максимум для параметра Evaporation. И также уменьшаем значение Height Blend. И перед тем, как запускать симуляцию, давайте добавим Erosion Filter. Для этого возвращаемся в вкладку Base. Далее выбираем Filters. Добавляем новый слой. Кликаем на кнопку Add. И переходим в категорию Advanced Erosion. И добавляем Angled Erosion. После чего нажимаем на нижнюю кнопку Add. Затем на Back. И возвращаемся в вкладку для симуляции. После чего нажимаем на кнопку Play. И смотрим, что получается. Далее спускаемся ниже и используем Water Bucket, чтобы сымитировать потоки воды. Которые размывают почву. За счет этого текстура получится более интересной. Например, я хочу размыть немного эту область ландшафта. Для этого активирую Water Bucket. Увеличиваю радиус. И рисую мышкой в этой области. При желании, Вы можете скрыть отображение потоков воды. Для этого просто выключаем опцию Show Water. Таким образом, Вы будете наглядно видеть, как изменяется текстура. В этой области я ставлю все как есть. Так как мне нравится результат. И немного размою другие. В итоге получился такой стилизованный ландшафт. А далее поговорим об экспорте в Unreal Engine 4. И у Вас есть два варианта. Первый, это экспортировать Mesh с текстурой и это легко. Поэтому я не буду показывать этот момент. Да, и в таком случае Вы не сможете изменять цвет каждого слоя отдельно. Внутри Unreal Engine 4. А вот во втором сейчас поговорим. Так как он намного интереснее. В этом методе используется Export Hitmap масок. Которые извлекаются из текстур. И в таком случае Вы будете иметь отдельные слои, которые можно в любой момент редактировать. И конечно же, в этом методе используется Export Displacement в RAW формате. Итак, чтобы экспортировать Displacement. В вкладке Surface выбираем Terrain Height Map в формате RAW. Для Game Engine выбираем Unreal. Обязательно делаем Flip Y и нажимаем на кнопку Export. Затем идем в вкладку Hitmaps и нажимаем на эту кнопку. Далее открываем Unreal Engine. Заходим в категорию Architecture и выбираем Blank. Далее нажимаем Next и Create Project. Я выбираю этот пресет, потому что в нем есть удобная солнечная система. То есть в появившейся сцене можно выбрать данный объект и настроить положение солнца. Например, сделать такой закат. И Вы достаточно быстро можете получить нужное освещение Вашего ландшафта. Далее переходим в вкладку с этими горами. Чтобы приступить к импорту Height Map из Word Creator. Затем активируем опцию Import from File и выбираем файл с этой картой. В итоге Вы увидите Preview в виде сетки и все будет автоматически настроено. То есть нужное разрешение, количество компонентов, секций и так далее. Теперь Вам достаточно нажать на кнопку Import и Вы получите такой же ландшафт, как в Word Creator 2. Далее приступаем к созданию материала для него. Здесь нет ничего сложного. Просто нажимаем правую кнопку мыши и выбираем материал, который называем Landscape Master. Затем на нем нажимаем правой кнопкой мыши и делаем материал Instance. После чего выбираем Landscape и перетягиваем этот материал в слот Landscape Material. Далее заходим в настройки Landscape Master. В редакторе нужно добавить ноду Layer Blend, чтобы активировать несколько слоев, в которые мы загрузим Headmap маски из Word Creator. Для этого нажимаем на круг возле Base Color и появившийся нить тянем в любую часть рабочего пространства. Затем пишем Landscape и выбираем Layer Blend. После чего активируем эту ноду и создаем 4 слоя. Для этого нажимаем на плюс. Каждый слой называем так же, как и в Word Creator. Чтобы потом их не перепутать. Теперь, чтобы в каждый слой добавить свой цвет, удерживаем клавишу 3 и 4 раза кликаем в рабочем пространстве. В итоге Вы получите нужные ноды, каждую из которых подключаем в отдельный слой. Далее Выделяем их все и конвертируем в параметр. Для этого нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Convert to Parameter. Затем переименовываем каждую из них. Далее, каждый из нод назначаем любой цвет. После чего нажимаем Save и закрываем редактор. Затем в режиме редактирования ландшафтов активируем режим Paint. В итоге Вы увидите 4 слоя, которые мы добавили в материал. Для каждого из них нужно добавить правило с помощью плюса. Для первого слоя это No Weight Blend. После того, как Вы выбрали это правило, может показаться, что Unreal Engine завис. Нужно чуть-чуть подождать и появится компиляция шейдеров. Ее скорость зависит от мощности Вашего процессора. Я делаю просчет на Core i9-9900K. Так как Вы просили показывать время компиляции, я его выведу на экран. Но немного ускорю видео. После того, как закончилась компиляция, для остальных слоев выбираем правило Weight Blended Layer. Теперь для каждого слоя нужно импортировать маску Hitmap. Для этого нажимаем правую кнопку мыши на нем и кликаем на Import From File. И указываем маску с нужным именем. Например, для второго слоя это будет L2.0. В итоге у Вас начнется еще одна компиляция. Далее, снова заходим в Master Material и добавляем еще один Layer Blend для Roughness с таким же подходом в создании нот. Только вместо цвета создаем обычный параметр, удерживая клавишу 1. Таким образом, для каждого слоя Вы сможете контролировать влияние Roughness. После чего нажимаем на кнопку Save. Затем открываем Material Instance и приступаем к настройке цвета для каждого из слоев. Естественно, перед этим включаем все Roughness параметры с значением равным единице. Далее открываем любой reference и для каждого слоя с помощью пипетки копируем цвет оттуда. Я в данном случае возьму за reference ту текстуру, которую экспортировал из Word Creator. Как только назначили все цвета, нажимаем на кнопку Save и смотрим, что получилось. Как можете заметить, скалы не такие светлые, как внутри Word Creator. Если Вы хотите сделать их светлее, то просто изменив цвет слоя, Вы потеряете цвет остальных. Для того, чтобы этого не происходило, Вам нужно во-первых перенести яркий цвет на второй слой. А на первый слой переносим его цвет. Затем просто меняем порядок слоев внутри редактора ландшафтов. То есть, просто загружаем для первого слоя маску L2, а для второго L1. Таким образом, Вы сможете делать скалы более светлыми, без потери цвета для остальных слоев. В итоге получился такой ландшафт. Продолжение следует... Кстати, если Вы не планируете изменять значение Roughness параметра отдельно для каждого из слоев, то можно вернуться в Master Material, удалить Layer Blend для Roughness и создать один параметр. То есть удерживая единицу, нажимаем в рабочей области, соединяем появившимся ноду с Roughness и Value. Вводим значение равное одному. Сохраняем материал и таким образом получаем тот же результат с матовым стилизованным материалом. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...